МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Никита Нагорный – сам выпускник училища на 16-й Парковой. Работает в этом гимнастическом зале на Соколе с детства. Когда я переехал в Москву, я жил, учился в училище Олимпийского резерва. Это был мой дом, то место, где мы воспитывались и росли, как раз в этот момент становления подростковой жизни. И сейчас мировая звезда спортивной гимнастики всегда готов словом и делом помочь молодым спортсменам. Конечно, я всегда их поддерживаю, всегда подсказываю. Даже когда они просят, я вижу, где-то заведу, где-то подскажу, потому что я понимаю, что это будущее наше, и им нужно помогать. Ну, вот сейчас я работал на коне, делал новый элемент, он мне посоветовал, подсказывал ошибку. Я рано руку ставил на сон-элемент, там, то есть вот так, на одной руке, бам, 180 градусов делаешь. И, то есть, он говорит, что ты рано плечо поворачиваешь, и поэтому тебе не получается. Он говорит, сначала ты поставь, поверни ноги, поставь плечо и обкрути ноги, и все. Но я постарался, но у меня все равно не получилось. Иван Заврячко и Евгений Кисель – победители и призеры первенства России и международных турниров. Талантливые, трудолюбивые и амбициозные ребята, которые ставят перед собой одну цель – выступить на Олимпийских играх. Да, конечно, вживую, в прямой эфир, мы на круглом озере смотрели всей базы и болели за наших ребят. А сейчас, когда наша Россия выиграла, это у меня новые кумиры появились, это вот наша сборная. Ребята знают не только свои сильные стороны, а знают и слабые. Могу поиграть чуть-чуть в компьютер. Контур-страйк – все. Мой сильный снаряд – это кольца, вольные упражнения. Конь – самый слабый, я не особо люблю конь. Иногда на нем просто не хочется работать, потому что очень тяжело и бракается иногда. Спортсмены включены Московским училищем Олимпийского резерва номер один в список рекомендованных кандидатов в Олимпийскую сборную России в ближайшем будущем. До Олимпиады осталось три года, я вот недавно попал в сборную. И вообще цель – да, попасть на Олимпиаду в 2024 году в Париже. Я думаю, это хорошая цель для меня. Те люди, которые не состоят в сборной, говорят это много. А те люди, которые в сборной, говорят это мало, потому что нужно сейчас новые правила выходят, и нужно усложнять комбинации, по новым правилам еще все делать. И это надо нарабатывать. Сам Нагорный, разумеется, в заслуженном статусе лидера сборной России, начинает готовиться к следующей, для него третьей по счету Олимпиаде. И готовить к играм 2024 года новые комбинации. Конечно, я думаю, что в плане уже с тренером мы обговорили, может быть и в 2022 году мы увидим что-нибудь новенькое от меня. Что такое быть спортивным гимнастом? Это как минимум по две тренировки в день. Общефизическая и специальная спортивно-гимнастическая подготовка. Каждая тренировка – три часа, выходной в неделю – один. А, ну, на коне в том же, на брусьях тоже. Ну, бывает, без этого никак в гимнастике. То есть всегда какие-то болячки, раны. Надо просто их залечивать. В конце июля 2024 года в Париже вспыхнет огонь 33-х летних Олимпийских игр. Это словно маяк, чей будущий свет манит и зовет наших молодых спортсменов уже сейчас. Это их мечта, это их шанс встать в один ряд со своими сегодняшними кумирами – Никитой Нагорным. И самим стать кумирами для будущих чемпионов, которые придут вслед за ними. Евгения Лукьянова, Игорь Кокорин. Специально для Московского училища Олимпийского резерва номер один. Евгения Лукьянова, Игорь Кокорин.